спринтер 316 модель 2016 года проблема не драги лады друг недостаточный надув турбины вот выясняем причину сначала малыми усилиями затратами решили отремонтировать ничего не получилось был заменен люфт фильтр первую очередь но и потом дальше проверена была система вся она герметично проверяли и дымом и так давлением все было нормально проверили вакуум систему тоже нормально путем постепенной замены всевозможных сенсоров вакуум вентиля датчика на воздух и всевозможные такие вот сенсоры вентили все это все проверили но ничего не дало машина заводишь с утра едешь немножко проезжаешь и машина уходит что рунг и не могли понять в чем причина но в конечном итоге разобрались причина оказалась водяной насос немножко пропускает вот это вот трубка с водяного насоса там завязана на вакуум систему и пары тасола попадают в эту вакуум систему и через всевозможные трубки идут и в этом вот шпайхер вакуумный вот этот коробочка там собирается влага от этого потом забивается шланг вот сюда на вентиль ну и соответственно во всех магнитных этих вентилях на турбину влага присутствует и потом естественно вот этот шток ходит неправильно и в конечном итоге переключение с малой турбины на большую происходит провал машина провал и потом при дальнейшей езде машина уходит в что рунг выкидывает если подключать компьютер выкидывает ошибку недостаточный надув и и потом если продолжать так ездить через день-два выкидывает чек на спидометре загорается лампочка вот такая вот причина так вот мы сняли радиатор все отсоединили климу разобрали всю морду теперь нужно будет снять этот риска люфт вентилятор и добраться до вас арпумпы потом будем дальше двигаться ну вот сняли мы вентилятор теперь будем запомним как ремень и будем снимать вас арпумпу следующим шагом у нас вот этот бочонок шпайхер мы продули почистили все внутри теперь ничего там нету он чистый далее продуваем вот эти все брэмс райдни гонг шланги прочистим чтобы там не было никакой влаги они были абсолютно чистые сухие внутри масор пумпу мы сняли и очень важно вот этот вот шланг трубку с водяной пумпы вот это первым делом что сосет влагу оттуда вот ее нужно почистить этот вентиль мы поменяем на новый и будем далее двигаться вот теперь суть самая вот когда сняли вас арпумпу вот здесь есть такое отверстие и она идет вот сюда вот этот шланга чик он идет вот в этот магнитный вентиль если вот здесь то есть он служит для того когда водяная пумпа начинает протекать то через прокладку вот сюда попадает влага и чтобы подшипник тут не заклинило в общем дальше не будем объяснять это как служит как индикатором и влага поступает и тогда вот это все машина короче теряет лейстунг уходит not love и в общем дает знать что что-то с машиной неисправно и вот поэтому шлангу поступает влага сюда и дальше по вакуумной системе ну и дает на мозги сигнал что нужно турбину она через всякие вентили вот эти и там сзади и вот сюда идет на эту на турбину на унтердрюкдозен и вот этот шток и тогда он открывает турбину не так как нужно ну и машина соответственно едет не так чтобы двигатель не убить в общем вот такая вот система причина вот у нас именно на этой машине в этом вот этот вентиль вот отсюда снял и просто стал продувать сюда дуть и вот отсюда с этого сеточки вылетает тосол вот этот магнитный вентиль был полный тосола а на него идет вот вот эта трубка именно оттуда с вассер пумпы входит сюда первое и вот он стоит первый после вассер пумпы вот он полный у нас был тосола а дальше уже через него идет дальше вся система вакуумная была забита конденсатом тосола поэтому и кидала что рунг